Да, конечно, актуальный вопрос о полезной обуви человеку, который любит кеды. Ну вот, смотрите, я как среднестатистический гражданин, у меня, понимаешь, что это наша резиновая подошва, нога не дышит, откровенно говоря, а здесь подошва из чистой конопли, друзья. Давайте вообще разберёмся с этим, как можно из конопли сделать тапок. Я пока не понимаю. Так, вообще, конечно, при ближайшем рассмотрении это альпаргата напоминает, знаете ли, наш российский лапоть. Правда, у нас лапти уже давно никто не носит, а это до сих пор актуально, и люди ходят по улице, ну, конечно, в слегка модернизированных моделях, потому что, ну вот, посмотрите, сейчас мастер как раз и занимается изготовлением классической альпаргаты. Подошва состоит из такого пенькового волокна, при этом, смотрите, она скручивается вот так вот буквально круг за кругом. У каждого мастера уже есть свои стандарты относительно размеров человеческой ноги. И скручивание подошвы всегда являлось исключительно мужской работой. Так повелось испокон веку. Женщины же занимались следующим. Они пришивали, видите, тоже чистый хлопок, пришивали верхушку к обуви, то есть делали, мастерили сам тапочек. Так, я уже приготовилась. У меня на руке одет специальный аксессуар. Я бы не назвала это напёрстком, хотя, в принципе, выполняет ту же функцию. Это такой наладотник. Здесь, как видите, такие дырочки для того, чтобы игла не проскальзывала никуда. Ну, а дальше всё просто. Штопка, урок труда второй класс. Продавливаешь иглу, вынимаешь шёлковую ниточку. Вот так вот длинными испанскими вечерами люди мастерили альпаргаты. Альпаргаты Короче, товарищи, я всё поняла. Вот тут пошив полчаса. В принципе, доисторики многие считают, что альпаргата – это прямой наследник римской сандалии. Такая же простая, говорят, что первые римские сандалии тоже делались из берег, поэтому мало что сохранилось, кроме, собственно, дизайна и рисунков. А само слово альпаргата арабского происхождения – вот вам короткий исторический экскурс. Что же касается дня сегодняшнего, то в альпаргатах ходят мужчины, женщины, старушки, дедушки, маленькие дети. Видите, это действительно национальный испанский тапок, тут уж ничего не попишешь. Вот это старинный вариант подошвы альпаргаты, он ничем не защищен, поэтому, конечно, когда начинался дождь, тапок размокал и ходить в нем становилось неудобно. Пор-фавор. Но зато теперь есть современный вариант, и, как видите, собственно, все это спокойно, совершенно заливается резиной, и практически полугалошная история, можно спокойно ходить по лужам. Еще одна хорошая тема – это компактность альпаргаты. Смотрите, сколько обуви можно взять с собой, если вы куда-то путешествуете. Просто же штабелями можно укладывать, и на лицо полная экономия места. А теперь внимание сюда. Поскольку это обувь традиционно для испанского крестьянства, ну, понятно, что все материалы практически подножные, то вся испанская культура буквально протоптана этими альпаргатами. Вот, например, Арагонскую хоту танцуют вот в таких вот альпаргатах, их отличает вот эта классическая постановка шнурка. Так. Дальше, собственно, в памяти всплывает незабвенный Сальвадор Дали, который у себя на даче в Фигересе и в Кадакесе вот так вот брал в них и рассекал по морскому берегу, обнимая за талию Галу. Ну что, тоже удобно. Это каталонский вариант альпаргаты. А что же касается вот этих вот прекрасных туфелек, то в них изящно можно было убегать от быков на празднике Сан-Фермина. У тебя хорошее сцепление с грунтом. Кроме того, вот эти вот шнурочки как раз и были добавлены для того, чтобы обувь не спала с ноги. А если это все модифицировать белыми шнурками, я просто здесь не нашла. В такой обуви танцуют женщины очень изящный танец на празднике розы и книги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова